Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем расклад, попробуем заглянуть в недра его души. Вызов мужчины на откровенный разговор, исповедь его самому себе, что он чувствует, что скрывает, что желает дальше делать. Давай, открой нам свою душу, свое сердце, и мы посмотрим, как тебе помочь. Одновременно будем смотреть, также и совет для этого мужчины. Человек очень хочет выйти из одиночества, старший аркан. Отшельник выходит перевернутым, большое желание выйти из той ситуации, в которой он сегодня вынужден пребывать. Он хотел бы перезагрузить собственную жизнь, но он не в силах. Почему-то, видимо, обстоятельства от него не зависят. Он хотел бы просчитать шаги вперед, может быть, он пытался что-то спланировать, но не получается. Но пока не получается. Почему не получается? Не получается, потому что здесь судьбоносная какая-то история. То есть этот момент, эту ситуацию он должен пройти для того, чтобы получить какой-то опыт, видимо. Всегда страдания, всегда какие-то ситуации сложные, они даются для чего-то. По колесу фортуны эта история дана ему как раз-таки свыше. Человек что-то в прошлом потерял, что-то разрушилось у него, очень значимые потери были, очень тяжелые потери. Ситуация очень тяжелая. Ставший аркан башня и колесо фортуны. Это ситуация кармическая, это неизбежность, это то, что меняет людей, да. Это глубокая трансформация, после которой он станет другим человеком, станет другим человеком. Но смотрите, с женщиной, с некой мечевой королевой, у него есть отношения. Я не знаю, какие партнерские, брачные, какие-то, какой-то союз, какие-то отношения, но именно эта женщина по пятерке Пентакли тянет его назад. Ему нужно уходить от этой женщины, да, это как совет карт. Уходить, рвать с ней всякие связи, не вступать ни в какие взаимодействия с этой королевой мечей. Что там за женщина страшная? Ой, дьяволь, дьяволица какая-то. По дьяволу этот человек, ну она страшная женщина, вы понимаете, старший аркан дьявол. Просто тут эта карта, она не нуждается ни в каких дополнениях. Этот человек чёрный, просто душа чёрная изнутри. Я не знаю, она занимается какими-то магическими практиками. Она просто, вот я не знаю, сгусток какой-то отрицательной энергетики. Но этот человек находится под её влиянием. Ну по карте шестёрочка мечей, он не может от неё уйти. Вот не может от неё уйти. Она его, я не знаю, чем-то удерживает. Ну дьявол, да, там всё что угодно. Там какие-то психологические приёмы, да, давление на личность. Ну манипулятор, да, она просто искуснейший манипулятор. И она знает, его слабые места знает, куда надавить, что сделать так, чтобы он был в её руках, да, чтобы можно было им управлять. Но он не может от неё уйти. Шестёрка мечей перевёрнута. Он не может отплыть от неё. Он и хотел бы, может быть, но нет. Это удерживает она его всякими разными мыслимыми и немыслимыми какими-то способами. Я не знаю, чем. Ну карта дьявол, я думаю, тут уже у каждого будет своё. Что-то вы знаете, наверное, о ком речь, что это за женщина, предполагаете, по крайней мере. Ну вот знаете, что человек чёрный, тёмный и просто великий манипулятор. Что его удерживает, почему он не уходит, почему он не решается уходить. Боится потерять что-то, да. Боится что-то потерять. Но эта женщина может, наверное, и уничтожить, я так полагаю. Просто, знаете, как-то вот как личность человека уничтожить. Он этого боится, скорее всего. Хорошо, расскажи нам о том, что у тебя на сердце сейчас. Что у тебя на сердце? А на сердце женщина, королева Жезлов и старший аркан, верховная жрица. Он говорит, я вспоминаю тебя, я не могу забыть, ты в моём подсознании. С тобой было хорошо. Это женщина, с которой когда-то были отношения. Когда-то было хорошо, и эта женщина оставила очень значимый след в его жизни. Он понимает, что ему не уйти от этой женщины. Вот в воспоминаниях, да. Настолько она сильно... Вот как будто бы вросла в его жизнь. Вот как будто бы вросла в его естество. Он не может освободиться от воспоминаний о женщине. Но у него есть материальные какие-то вещи в жизни. У него есть ситуация, которая преграждает путь к этой императрице. Но не даром у нас выпала женщина, да, мечевая королева, которая преграждает путь. Которая всё-таки... Соперницей является императрица, да. Соперница императрицы, потому что она... Она не желает эту императрицу видеть рядом с этим мужчиной. Я не знаю почему, но вот такой идёт момент. А потому что для неё важны деньги, для неё важен какой-то расчёт. Вот, собственно говоря, и всё. Но мужчина сам. Как будто бы, знаете, не имеет собственного мнения. Как будто не принадлежит сам себе. Я не знаю почему так. Ну по дьяволу что ли? На какой-то магии там она его держит. Ну потому что, как женщина сказала, так и должно быть. Я не знаю, что здесь. Вопрос каких-то традиций, каких-то, может быть, национальных особенностей. Ну вот тут вот женщина прям подавляет этого мужчину. Что у тебя ещё на сердце? Скажи нам. Так хочется радости. Да, так он устал от той ситуации какой-то резкой. Знаете, вот ситуации, когда он вынужден играть какую-то роль. Когда он вынужден скрывать свои истинные чувства. Ему хочется радости, тепла, душевности. Он хочет быть, знаете, как вот простым. Ну вот по карту дурак, да. Простым. Быть самим собой, да. Вот правильнее так сказать. Быть самим собой. Но именно с той женщиной, вот с которой когда-то было расставание. Вот это у него в глубине души, собственно говоря, и спрятано. Он раньше чувствовал себя императором, да. С той женщиной, вот о которой думает. Был истинным императором. А сейчас он как раненый зверь. Он пьется в какой-то клетке. Ему очень больно. Тройка мечей, да. Три ножа вонзились в его сердце. Да, какая-то сложная ситуация. Какая-то прям болезненная история. Не знаю. Он тут воюет со всеми. Со всем миром. Наверное, кому-то что-то пытается доказать. Но в итоге только самому от этого больнее. Вот он и живет вот так. Он категорически отказывается видеть в окружающих людях какой-то обман. Какую-то нечестность. Какую-то наигранность. Вот вроде бы человек понимает, да. Внутри себя он осознает, что хорошо было ему там, в прошлом. Но смириться с мыслью о том, что люди, которые его окружают, желают ему зла, он не может. Ему совет какой вообще? Это совет открыть глаза. Старший аркан звезды. Открой глаза и посмотри, кто рядом с тобой находится. Только без прикрас посмотри. Посмотри на ту реальность, в которую тебя эти люди затянули сейчас. Они тебя оторвали от твоего счастья. И вонзили тебе, значит, ножи в твое сердце. Они довольны, потому что они получили то, что хотели. Но ты-то от этого счастлив. Ну, скажем так. Счастлив от того, что у него открылась возможность к деньгам, к заработкам. Он вас на деньги применял. Вот ту женщину, которая в прошлом была. Вот такое впечатление складывается. А он сам так считает вообще? Ну да. Он считает, что да. Он сам отказался от собственного счастья. Что заставило тебя? Ну, потому что он не видел перспектив каких-то дальнейших. У него завязаны глаза. Он почему-то вдруг, в какой-то момент решил, что у ваших отношений нет перспективы. И что ему нужно пойти туда, где деньги. Туда, где какие-то люди, которые там ему дают какие-то а-ля такие, знаете, грамотные советы. Ну, вот как-то вот так, да. Как-то вот так идет. Но он выйдет из иллюзии. Он выйдет из иллюзии. Вот этот самообман его закончится. Он все-таки включит свое внутреннее чутье. Вот придет к тому, от чего он долгое время отказывался. Придет к пониманию того. После сложностей, да. После каких-то трудностей. После того, как на его плечи ляжет какой-то груз. Груз, он поймет, что он стоит на грани принятия серьезного решения в своей жизни. Ну и какое решение ты собираешься там принимать? Какое решение ты там будешь принимать? Выбирать нужно будет, делать выбор какой-то. У него будут возможности, из которых он должен будет сделать выбор. И он должен будет сделать правильный выбор. Судьба этого человека поставит рано или поздно перед каким-то серьезным выбором. Очень интересно, да. Вот поворот событий очень интересный. Вроде бы сейчас у него как бы в жизни все есть. Есть какая-то стабильность, есть материальные вещи, да. Вот деньги есть, есть стремление вперед. Есть тот, кто его вроде бы продвигает. Да, эта женщина там сущий дьявол, но она все-таки его продвигает, она как-то ему помогает. При этом мужчина находится в иллюзиях, потому что не хочет принимать то общество. Вернее, не хочет соглашаться с тем, что люди не совсем могут желать ему добра. Кто там родственники, кто там. Но все-таки как ты собираешься дальше жить? Жертвовать своим комфортом он не станет ему хорошо, ему комфортно вот в той среде, в которой он сейчас живет. Ему так спокойнее. Ему так спокойнее, да. Но решение нужно будет принять. Вот пока, пока он останется вот в той комфортной среде, в которой находится. Но здесь нужно будет принимать решение. Скоро ситуация, скорее всего, назревает какой-то конфликт. Да, я говорю, ситуация скоро дестабилизируется. И он будет стоять перед каким-то выбором. Нужно будет принимать правильное решение. И тогда он пойдет с вами на контакт, на дипломатию. Пару царю чаш пойдет на дипломатию с вами. И будет пытаться вас к себе расположить. Вот пойдет, пойдет к вам навстречу. Ну, весь такой правильный, знаете. Вот, как будто бы я решил какие-то свои проблемы где-то. Я решил вернуться к тебе. Здесь возвращение может проиграться к той женщине, от которой был уход. Большое желание вернуться. Но только тогда, когда вот так где-то дела пойдут не совсем хорошо. Будет стоять он перед выбором. Вопрос будет касаться каких-то денег. Смотрите, что. Проблемы с деньгами будут. То ли ему деньги будут нужны, я не знаю. То ли совет от вас, вот что делать в этой ситуации. Может быть так, придет спросить, вот что ему делать. Просто, знаете, как дружеское участие у вас. Получить мудрый совет какой-то, что ему делать. То есть он придет тогда, когда ему будет плохо. Он не будет знать, что ему делать. Тогда он появится. Но, к сожалению, так очень часто бывает. К сожалению, очень часто так бывает, что люди осознают потерю только тогда, когда там, где хорошо, становится плохо. Сказать, что этот человек изменится. Нет, не изменится. Но определенная его ситуация с деньгами, неприятности, чему-то научат. Это будет какой-то урок. Здесь как будто бы, знаете, вот дается эта история свыше вам для того, чтобы вас возвысить в этой истории. Вот вы как-то в какой-то грязи, вот в каком-то болоте, в ваше место. Вам показали ваше место, да, вот как будто бы так. И это место не совсем привлекательное. Но здесь все перевернется таким образом. Колесо фортуны начнет движение в вашу сторону. Вы как бы окажетесь над этой всей историей. А он окажется в каком-то болоте, в каких-то денежных затруднениях серьезных. И тогда он почему-то придет к вам. Я не знаю почему. У него проблемы тут будут конкретные с деньгами. Он как будто вообще останется ни с чем. И тогда он придет к вам, вот когда в его жизни разрушится все то, что сможет разрушиться. И вы уже будете тогда на троне, да. Ну, ваше уже решение может многое изменить, да. Вы будете тогда уже руководить этой ситуацией. Ну, вот такую, вот такую показывает нам информацию. Все-таки вот внутренний мир этого человека я не могу понять. Его устраивает эта ситуация, которая у него в жизни, либо не устраивает. С одной стороны, он вроде бы вспоминает о бывших отношениях, да, той женщине, женщине, с которой были отношения. Он переживает вроде бы, он хотел бы с ней быть, но в то же время почему-то он должен быть еще и в кругу каких-то людей, и должен там, значит, заниматься какими-то материальными вопросами. Ну, в общем, я не знаю, что. Что здесь за мужчина такой у нас? Ну, какой-то как ребенок, да, инфантильная личность, которая не совсем... Привязки дьявольские какие-то. Опять женщина эта мечевая выходит. Вот какая-то женщина идет. Женщина стоит за его спиной, и все. Вот в моих раскладах часто фигурируют женщины. Я не знаю, что там за дамы такие властные, с дьявольской направленностью за спиной у этих мужчин, но они управляют этими мужиками, они прямо-таки владеют сознанием их. Ну, не знаю. Я не вижу, чтобы человек вышел из этой ситуации пока, на ближайшее время. У него внутри какой-то раздрай. С одной стороны, он скучает о прошлых отношениях, он хочет вернуться, но в то же время его привлекают и какие-то, значит, еще ценности материальные. Он хотел бы вернуться, он хотел бы движение вперед сделать к вам, но впадает опять в иллюзии, вспоминает в тайне там, думает по ночам. Нет, я не вижу движения вперед. К сожалению, здесь не вижу. У него еще руки связаны. Почему руки у него связаны? Ну, опять та же история идет. Преодоление какой-то сложной ситуации, вот именно преодоление дьявола, будет перешагивать через какие-то соблазны, вот эти материальные, может быть, через вот эту женщину с ее дьявольской сущностью. Будет он делать движение вперед через какое-то разрушение. Глобальный будет переворот в его жизни, но это не скоро, пока человек еще к этому не пришел. В отдаленном будущем идет информация о том, что он что-то осознает, что-то поймет, и он будет переступать через что-то, что-то такое, что-то черное, что-то темное, что-то мутное, вот через какую-то историю, связанную с этой женщиной. Но пройти должно время, еще будет достаточно много времени. Совет для вас. Совет вам. Совет для вас. Вам советую жить собственной жизнью, не ждать правосудия, вы как-то ждете справедливости, вам хотелось бы, чтобы справедливость какая-то восторжествовала, но вы все-таки живете собственной жизнью. Вы уже не надеетесь на эти отношения, вы не ждете этого человека. Хотя внутренне, может быть, есть ожидания внутри вас, но по большей части как-то вы заняты собственной работой, собственной карьерой, самореализацией. Если нет, то совет вам заняться собой, развиваться как-то, заниматься чем-то, продвигаться вперед и как-то эту ситуацию вообще отпустить, вот не думать о ней. Не думать. И тогда что? И тогда вы можете прийти, ну, каким-то отношением. Вы преодолеете прошлую историю какую-то, я не знаю, с этим человеком, либо не с этим. Но вы однозначно будете с кем-то в союзе, с кем-то в отношениях. Но вам сейчас совет просто заняться собой, уйти в работу, как-то отвлекаться. У вас будет возможность заработать. Королева Пентакли, да, будете владеть какими-то финансами. Будет у вас в жизни своя какая-то стабильность такая, денежная. Ну, вот это и... Вот вам совет, да, собственно, заняться вот этим. Я благодарю вас за внимание. На этом всё. Прощаюсь с вами совсем ненадолго.